МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не школа единой. В Заречном прошли торжества, посвященные вековому юбилею государственной системы дополнительного образования. Вы вкладываете в детей всю свою душу. Вы своим высокопрофессиональным трудом, своими знаниями, своими умениями помогаете детям развить в них те способности, которые в них заложены. 28 петелек жизни. Заречный присоединился к региональной акции, посвященной помощи недоношенным детям. Хочется, чтобы у них тоже было как-то... Они лишены же тепла, они лежат в этих инкубаторах. То есть что-то, чтобы чувствовали, что их любят, что им тоже тепло. Зар-Чир-данс. В Заречном открылся фестиваль детских команд по чирлидингу. И теперь об этих и других новостях подробнее. Столетие государственной системы дополнительного образования детей отметили в Заречном торжественном вечером. На государственном уровне решение о развитии внешкольного образования было принято в ноябре 1917 года, когда в Народном комиссариате просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования. В нашем городе первым учреждением дополнительного образования стала музыкальная школа, открытая 60 лет назад, в год создания Заречного. Так что наши педагоги отметили двойной юбилей, рассказывает Ксения Тризна. Этот огонь не сможет разгореться без поддержки. Раскрыться и найти себя детям помогают их наставники, педагоги системы дополнительного образования. В нашей стране эта структура существует уже сто лет. В Заречном она начала зарождаться раньше, чем появился город. Детская школа искусств открыла свои двери для учеников за несколько месяцев до того, как один из районов Пензы получил статус муниципального образования. Тех, кто стоял у истоков системы и педагогов, которые работают с детьми сейчас, чествовали на торжественном вечере во Дворце творчества детей и молодежи. Вы вкладываете в детей всю свою душу. Вы своим высокопрофессиональным трудом, своими знаниями, своими умениями помогаете детям развить в них те способности, которые в них заложены. И во многом дети именно благодаря дополнительному образованию определяют свою дальнейшую судьбу. Мы должны дать ему возможность раскрыть все свои таланты, все свои способности во всех сферах. И в искусстве, и в спорте, и в техническом творчестве, и в общественной деятельности. Все эти возможности у зареченских детей есть. Сейчас в нашем городе работают 9 учреждений дополнительного образования. На их базе существует объединение различной направленности от искусства до науки, от техники до спорта. Многие дети занимаются сразу в нескольких коллективах. Заречный, конечно, идет впереди планеты всей, так можно сказать. И достигает больших результатов. Наши требования, может быть, считать ребенка один раз в дополнительном образовании. Заречный стоит на том, что показывает всегда больше 100% охват детей в дополнительном образовании. Система дополнительного образования помогает найти свое призвание не только детям. Михаил Покидышев по специальности – учитель истории. Он и подумать не мог, что больше 30 лет проработает в Центре детского технического творчества. Именно здесь его юношеское увлечение фотографией превратилось в профессию и дело всей жизни. Она говорит, ну у нас же такой фотокружок, у нас тут такие замечательные условия. Берите кружок. Я говорю, ну я как бы образования не имею. Ну ничего, будете параллельно учиться и детей воспитывать. И я вот где-то через два месяца начал вести кружок. Позже этот кружок превратился в фотостудию «Объектив». Она существует и сегодня. Занятие здесь ведет воспитанник Михаила Покидышева Илья Мурылев. Успехи учеников – гордость наставников. На торжественном вечере юные зареченские звезды показали, чему они уже успели научиться. Эти девчонки занимаются в народном цирковом коллективе «Виктория» более пяти лет. С помощью своих наставников они достигли многого и продолжают совершенствовать свое мастерство. Они много нам номеров придумывали. Мы много городов есть или выступать на конкурсах. Строгие там иногда, когда мы ляпы делаем всякие. На торжественном вечере педагогам системы дополнительного образования вручили почетные грамоты и благодарности губернатор Пензенской области, главы Заречного, а также награды регионального законодательного собрания и городского собрания представителей. Ряд специалистов отмечен почетными грамотами и благодарностями Министерства образования Пензенской области. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, Телерадио, компания «Заречный». Госкорпорация «Росатом» в 2018 году полностью выполнила государственный оборонный заказ, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Юрия Борисова. «Росатом» совместно с Министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения вооруженных сил гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания. «Росатом» выполняет гособоронзаказ в рамках работы своего ядерного оружейного комплекса, в состав которого входит градообразующее предприятие «Заречного», а также участвуя в создании неядерных вооружений. Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, более 10 лет возглавлявший отечественную атомную отрасль, заявлял, что «Росатом» единственная российская структура, регулярная из года в год на 100% выполняющая гособоронзаказ. И городским новостям. В день первого серьезного снегопада 22 ноября в «Заречном» зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. В одном из них водитель не справился с управлением, и его автомобиль съехал в кювет. Машина получила механические повреждения, пострадавших нет. Вторая авария произошла в тот же день около 17 часов. На улице Коммунальной, напротив городских бань, водитель автомобиля «Шевроле Авиа» совершил наезд на пешехода. Под колеса машины попал мужчина 1943 года рождения, пытавшийся пересечь проезжую часть в неположенном месте. Пешеход получил травму и был госпитализирован в медико-санитарную часть номер 59. По факту аварии проводится проверка. В «Заречном» это уже 50-е с начала года дорожно-транспортные происшествия, в котором пострадали люди. Я хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения, как к пешеходам, как к водителям. Уже обращались неоднократно. Будьте внимательны на дороге, снижайте скорость при движении, особенно при приближении к пешеходным переходам. Хочу обратиться к пешеходам. Необходимо в такие, в такую погодные условия одевать светоотражающие элементы. Если они отсутствуют на проезде, на одежде, то надо обязательно одевать, чтобы лучше было видно. В преддверии 25-летия первой постановки Зареченского ТЮЗа завершилось благоустройство, прилегающее к зданию театра территории. На заключительном этапе работы сотрудники комбината благоустройства и лесного хозяйства разбили газон на месте бывшей автомобильной стоянки вдоль проспекта 30-летия Победы. Там, где раньше горожане парковали автомобили, практически под окнами жильцов близлежащего дома, теперь появится зеленый барьер. Этот участок освободили от асфальтового покрытия, засыпали землей и высадили здесь молодые деревья. Чтобы оградить жителей ближлежащих домов, мы сделали здесь небольшое благоустройство. Посадили деревья, липа в количестве 9 штук и будем восстанавливать газон, по 7 газон. И с этой стороны, около ТЮЗа, было проведено благоустройство территории. Был высажен можжевельник, скальный, казацкий и магония. В юбилейный год снаружи ТЮЗ заметно преобразился, а что внутри? С чем подошел коллектив театра к своему собственному четвертьвековому юбилею? Об этом мы сегодня поговорим с художественным руководителем Театра юного зрителя Виктором Бояровым. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. Пензенские неонатологи запустили акцию «28 петелек жизни», посвященную помощи недоношенным детям. Идея возникла после Всемирного дня недоношенных детей, отмечавшегося 17 ноября. Название акции связано с количеством петель, необходимых для того, чтобы начать вязать крошечные носочки для малышей. Также это название волонтерской организации, в которую вступают мамы рано появившихся на свет младенцев и просто неравнодушные люди. Об акции «28 петелек жизни» Наталья Елистратова. Малыши, которые появились на свет раньше положенного срока, очень нуждаются в теплых шерстяных вещах. Но даже самый маленький размер одежды из магазина для этих крох будет велик. Носочки, шапочки, жилетки недоношенным детям вяжутся вручную. Зареченские рукодельницы поддержали акцию «28 петелек жизни». Ее объявил Пензенский перинатальный центр, где выхаживают самых маленьких деток. Их еще называют торопышками. Елена Самойлова связала вот такие яркие симпатичные пинетки. Я пока только вчера узнала и связать только успела маленькие пинеточки. Они бесшовные. Идут подошва 5 сантиметров, подъем, ну и соответственно, где ножка, крепеж. Вот такие вот маленькие пинеточки. Сколько времени потребовалось? Час. Ольга Блохина увлечена вязанием больше 15 лет. Из-под ее крючка и спиц вышло немало детских вещей и игрушек. В каждую свою работу она вкладывает добро, тепло, а самое главное – душу. Из нескольких моточков пряжи она может створить настоящее чудо. Дегемот мотя. То есть я всем игрушкам даю имена. То есть вот он связан с такой вот, ну он весь такой мягкий, теплый. Прямо ему хочется вот играть. Все, кто его берут в руки, все его тискают. Прямо вот он вот такой, 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 такой. Ольга Блохина решила принять участие в акции «28 петелек жизни», чтобы помочь собрать теплые шерстяные вещи, необходимые недоношенным малышам. Хочется, чтобы у них тоже было как-то, они лишены же тепла, они лежат в этих инкубаторах. То есть что-то, чтобы чувствовали, что их любят, что им тоже тепло. То есть вещь, она натуральная, она все равно сохраняет тепло. К одежде для недоношенных детей есть важные требования. Резинка у носочков должна быть высотой 4-5 сантиметров и не сдавливать ножку малыша. Обхват манжетки 5-6 сантиметров. Все швы следует делать наружу. Окружность шапочки должна быть от 28 до 35 сантиметров. Высота от 9 до 12 сантиметров. Завязки не нужны. Можно связать и маленькие пледики. Очень важно помнить, что вещи должны быть из 100% шерсти. Пух, махер и ангора не подойдут. 100% шерсть, но это опять не та шерсть, которую бабушка начесала. То есть шерсть должна быть либо овечья, либо верблюжья. Она должна быть, естественно, обработанная. И за счет своей, скажем так, непушистости, она тактильно раздражает кожу. И маленького ребенка, который имеет склонность к задержкам дыхания, скажем так, копное, заставляет дышать. То есть это раздражение вот этими волосками кожи улучшает кровотоков на периферии. То есть ножки, ручки теплые у ребенка. А то, что рядом с ним находятся вот эти махровые теплые одеяла, за счет движений собственных и касаний вот этого одеяла, раздражается кожей. Он лишний раз делает более глубокий вдох. Кроме одежды, маленьким тропышкам необходимы специальные игрушки. Вот такие вязаные осьминожки помогают им не только набираться сил, но и создают ощущение безопасности, как в животе у мамы. Когда маленький ребенок находится внутри, он свободными руками обычно хватается за пуповину. И существуют такие осьминожки для таких детей. Их тоже вяжут. Для них специальные требования – это стопроцентный хлопок конкретный тоже. Есть специальные курсы, видеокурсы в интернете, размеры специальные для этих детей, какого размера должна быть осьминожка. Как правильно связать эту спиральную ногу, которая чисто по ощущениям похожа на пуповину. То есть ребенок маленький, недоношенный в кювезе, держась за эту пуповину, успокаивается. Принять участие в акции «28 петелек жизни» могут все желающие. Подарки для малышей принимаются в Пензенском перинатальном центре на улице Лермонтово, 28 Б. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Необыкновенно красивая и завораживающая экспозиция открылась в Центральной городской библиотеке. В рамках проекта «Территория культуры Росатома» здесь организована выставка работ сызранской художницы Татьяны Сысуевой и фотограф-любителей Стольятти Алексея Дедешина. Выставка составлена из художественных и фотопроизведений, рожденных у авторов под впечатлениями от поездок по Индии. Большая часть выставки посвящена местам, где много лет жила и бывала семья знаменитого русского художника Николая Рериха. С вернисажа репортаж Натальи Елистратовой. Зареченцам предоставилась возможность познакомиться с Индией. В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Свет Гималаев». В экспозиции представлены работы членов Сызранской общественной организации «Рериховское общество». Уникальна сама тема, все, что связано с Индией, все, что связано с семьей Рериха. Все, что связано с этой великой семьей, которая несла культуру всему миру. Конечно, все события уникальны. Поэтому в Сызране действует общество Рерихов, городское общество Рерихов, которому уже исполнилось 25 лет. И они очень активно несут идеи вот этой семьи нашим горожанам, жителям нашей области и всей России. Татьяна Сысуева полюбила страну контрастов буквально с первого взгляда. Индия подарила ей вдохновение, благодаря которому появились удивительные по красоте и глубине полотна. «Вы увидите богинь, богов, Будды. Это все эпос Индии. Очень прекрасен. Я думаю, будет выставка интересна горожанам. Они все написаны сердцем, все любимые, все. И здесь кому как что-то понравится, что кого как тронет. Я хочу только отметить, что вот Индия и Россия. Здесь вы можете найти общее. Например, вот этот храм, храм Сундари, Трипари Сундари. Вот это слово Сундари, слышите? Оно напоминает нам сударыня. Это храм женской богини». Алексей Дедешин наблюдал красоты Индии через объектив фотокамеры. Особый трепет вызывает у него великолепие самого величественного и загадочного горного массива нашей планеты. «Конечно, сами Гималайи – это потрясающе, ничего более красивого, великолепного, торжественного в жизни я не видел. И, судя по этому, я четыре раза побывал в Индии, вот в этих Гималаях, потому что тянет. Когда встретишься вот с этим великолепием, с этим красотой, то туда тянет». Выставка «Свет Гималая» в Центральной городской библиотеке будет работать до середины января будущего года. Экспозиция организована в рамках проекта «Территория культуры Росатома». Наталья Елистрадова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». В «Заречном» стартовал городской фестиваль детских команд по чирлидингу «Зар-Чир-Данс». Детсадовцы и школьники борются за право выступить на аналогичном региональном состязании чирлидеров. В первый день соревнований своей программы представили самые младшие участники фестиваля «Детсадовские команды». О сравнительно новом, но стремительно развивающемся в виде спорта Елена Степкина. Выступление спортсменов детско-юношеского центра «Юность» открыло фестиваль детских команд по чирлидингу «Зар-Чир-Данс». Он организован на средства гранта президента Российской Федерации. На реализацию проекта выделено 354 тысячи рублей. На эти средства организован фестиваль, закуплена звуковая аппаратура и напольное покрытие. В празднике спорта и красоты участвуют воспитанники детских садов и ученики школ. Позвольте мне от лица главы города Заречного поздравить вас с этим праздником, праздником Союза творчества и спорта. Сегодня фестиваль профессионалов чир-спорта. Дорогие ребята, всем вам удачи! Всех с праздником еще раз! Спорта, грации, мастерства! Ура профессионалов! В первый день фестиваля свои номера показывали воспитанники детских садов. Единственное жесткое требование к их программе – это продолжительность. Выступление должно длиться не более двух с половиной минут. Набор элементов определяли сами участники. Особое внимание жюри уделяло композициям команд, желающих поучаствовать в областном фестивале по чирлидингу. Что касается садиков, мы сейчас здесь смотрим на область команды, у нас есть желающие, поэтому мы тоже их судим, смотрим, как у них составлена программа. Должны быть лип-прыжки, чир-прыжки, должны быть пируэты, махи, акробатика, правильная работа рук, то есть основные положения работы помпонами. То есть все это. Ну и, естественно, перестроение, сама композиция танцевальная. Все это оценивать, да, отдельными пунктами в судейском протоколе. Одна из команд, желающих отправиться на областные соревнования – сборная детского сада номер 7. Это учреждение – постоянный участник фестиваля по чирспорту. В этом году в составе команды на площадку вышли 17 человек, в их числе ребята, которые выступали на соревнованиях по чирлидингу в прошлом году и новые спортсмены. Мы стараемся смотреть те дети, которые уже ходят и на танцы, и на гимнастику, у которых уже есть какие-то там задатки. И, да, естественно, учитываем желание детей, если ребенок желает танцевать, мы его с удовольствием берем. Разучивать постановку начали заранее. Еще летом определились с музыкой, разработали костюмы и приступили к тренировкам. Занимались по несколько раз в неделю. Все для того, чтобы на фестивале выполнить все элементы без ошибок. Мы там шпагаты, танцуем, дырыгаем. Мне сегодня в этом выступлении все легко было. Мне тоже все было легко. Лучшие команды среди воспитанников детских садов не выбирали. Всем участникам вручили медали, кубки и дипломы. А в категории школьники награды получат победители и призеры. Соревнования команд школ города состоятся 24 ноября. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». 25 лет, полет нормальный. О четвертьвековом юбилее Зареченского ТЮЗа мы сегодня поговорим с художественным руководителем театра Виктором Бояровым. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Водоем-охладитель Белоярская С добавили рыбы. Как на Петрозаводск-Маше справились с учебной газовой аварией? Где работает лучший в стране лаборант химанализа? Смотрите в среду в 20.00. В честь 15-летия компании дарим дополнительные скидки. Компания «Строй»! Черная пятница в Ла-Ле Антилоп. И поэтому скидка до 50% на все. Только 23, 24 и 25 ноября. Черная пятница. Успей купить. Последний раз такая цена. Все 950 рублей. Беларусь, кожаные сапоги, ботинки, зима. Только в эту субботу, 24 ноября, Дворец культуры «Современник». Дворец культуры «Современник» Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель Театра юного зрителя Заречного Виктор Бояров. Добрый вечер, Виктор Николаевич. Добрый вечер. Виктор Николаевич, для города год юбилейный. 60 лет, но так случилось, что и ТЮЗ тоже отмечает свой юбилей. 25 лет. Вот скажите, пожалуйста, 25 лет – это много или мало? Ну, это пол жизни, скажем так. Человеческий, работоспособный, трудоспособный. Начиналось все в 1993 году. 16 сентября было принято постановление о создании в городе профессионального муниципального детского театра. 27 ноября на сцене Дворца культуры «Современник» состоялась первая премьера «Приключения Буратино в стране дураков». И вот как бы 27 ноября, сейчас 2018 год, мы отмечаем свое 25-летие. Четверть век. Нормально. Виктор Николаевич, 25 лет. Для человека – да. По социологии – это жизнь одного поколения. А для театра, для труппы, для художественной деятельности театра? Для театра основной составляющей есть люди, есть актеры, которые тоже люди. Это, ну, половина жизненного пути, можно сказать. Есть там, скажем, Пензикий драматический театр, ему за 200 лет. Но это остается история. А каждый день, каждое десятилетие, пятилетие может сменяться актерский состав, что наиболее ярко видно. Меняются и сотрудники, работники театра. И мне вот в преддверии нашего юбилея хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, это в основном горожане нашего города, которые в свое время работали у нас в театре в качестве портних, художников, плотников, инженеров каких-то. Потому что частица каждого, труд, он до сих пор и останется. То ли костюмы, то ли, скажем, декорации или какие-то там по сооружению здания новшества. То есть мы всех помним, вот. Я всех поздравляю с наступающим юбилеем театра, 25-летием. Приходите к нам на спектакли. И мы вас приглашаем 2 декабря, в воскресенье, в 11 часов, где мы с вами встретимся. Это вот все наши бывшие сотрудники. Мы вам скажем еще лично огромное спасибо. Виктор Николаевич, какой путь прошел, на ваш взгляд, какой путь прошел театр за эти 25 лет? Много ли было сделано? Или хотелось большего? Или сейчас вот не время подводить итоги, да, как в песне, а строить планы на будущее пока? Ну, мы всегда в развитии, и планы на будущее есть. И тем не менее, как бы есть история. Начинали мы во дворце культуры современник, который нас дружелюбно принял. Там у нас были и мастерские, и репетиционные комнаты. И первые спектакли создавались на большой сцене. Потом мы переехали в бывший клуб «Дружба» без реконструкции. Реконструкция клуба под театр. Нам сделали пристрой к десятилетию. Оборудование световое, звуковое. То есть это получился полноценный, нормальный, профессиональный театр. И как бы не стыдно принимать и высоких гостей. И наши зрители, я думаю, любят наш уютный зал, наши спектакли, наших актеров. Виктор Николаевич, 25 лет. Если у вас, если говорить о коллективе, о труппе, о коллективе людей, которые создают театры вместе с актерами, вместе с режиссерами, вместе с художественным руководителем, вы уже сказали, это те люди, которых мы не замечаем. Мы не видим их на сцене. Мы видим их труд. Да, мы видим их труд. Вот о них вы сказали. А что вы можете сказать об актерах о труппе? Есть ли у вас актеры, которые 25 лет прослужили в театре? Ну, это основной косяк нашей труппы. Юрий Юношкин, Марина Столярова, Елена Терешенкова, Елена Бычкова, Валентина Илюхина, Ольга Рыбалко, Наталья Кучишкина, Андрей Кучишкин на полгода, по-моему, чуть попозже пришел. Бессменный с нами с самого начала звукорежиссер Сергей Сахович. Всех назвал. Валерий Столицын, начиная тоже с первого спектакля, с нами работает. Сейчас как быстро, боюсь, что вдруг кого-то забыл. Но труппы развиваются. Алексей Симаков, то же самое начало с первой Джузеппе в первом Буратике. Скажите, пожалуйста... Игорь Чернов. Вот сейчас так буду вспоминать потихоньку. Но ведь театр живет, труппы живет. Приходят ли молодые? Ну, молодые у нас как бы и несколько такой фамилий театра. Скажем, Татьяна Иванова, дочка актрисы. Максим Юношкин. Там, скажем, есть дети... Из Династии. Династии, да. Ольги Рыбалки, дочь Оксана, когда жила в городе, занималась в театральной студии, играла, потом закончила Московский институт культуры и сейчас ставит третий спектакль. Вот во вторник, 27-го, будет премьера спектакля «Сны Ларисы», ой, Ларисы. «Сны Ларисы», а режиссер как раз Оксана Рыбалка. Виктор Николаевич, 25 лет. В этот юбилейный для вас год, что вы приготовили? Ну, я понимаю, да, что, конечно же, любому юбиляру, любому имениннику хочется получать подарки. Но специфика актерская в том, что подарки не получают, а подарки дарят. Ну, обычно вот так вот и бывает, да? Вы на Новый год дарите подарки, да? На все праздники дарим подарки. В дни своих рождений личных устраиваем мы или бенефисы, или какие-то капустники. Вот сейчас близится как раз юбилей 60 лет Юрию Юношкину. И у нас получилось так, что спектакли с его участием живут давно. Это «Карлсон, который живет на крыше». Мы будем играть 16 декабря. Так что приходите с печеньем, с вареньем, с детишками. Карлсон будет рад. И 21 декабря «Деревенская кадриль». Вот так получилось, что как раз 150-й спектакль. Потому что ведем учет сыграть спектакль. 150, 60, 25. Да, у нас этот год и в театре тоже богатые юбилеи. Виктор Николаевич, театр, на ваш взгляд, изменился за эти 25 лет с первого спектакля? Прогресс в какую сторону идет? Ставятся ли уже другие постановки? Растет ли? Или просто расширяется? Нет, он не просто расширяется. Я имею в виду репертуар. Репертуар, да, безусловно, расширяется. Мы сейчас в репертуаре, наверное, где-то около 40 спектаклей. Это более 30 детских. Мы же еще ставим спектакли, как мы их называем, маленькие выездные, которые играем в детских спектаклях. Они идут по полчаса или живой план, или с куклами вместе. Вот такие спектакли. Есть спектакли долгожителей, которые держатся в репертуаре, скажем, долго. Типа «Деревенская кадриля», «Карсона», что у нас, «Таинственный гипотам», тоже более 20 лет там, «Ну, Волк, погоди». Сохраняемый материальную базу. И актерский состав у нас, можно сказать, не меняется. И вот если начинали играть «Деревенскую кадриль», там, скажем, они были 40-летние, говорили, какие мы пенсионеры, какие мы дедушки-бабушки. То вот постепенно как раз и пришли к этому возрасту. А в ту пору, я говорю, не играйте возраст, а играйте как бы состояние, характер, взаимоотношения. Я говорю, а зритель вам поверит. И молодежь у нас подрастает из детской театральной студии «Арликин», которой руководит Наталья Кучишкина. Она существует, вот ей в 2019 году, кстати, этой студии будет 20 лет, по-моему. Создались мы, они в 1999 году. Ребятишки оттуда поступают, к сожалению, кто поталантливее и кто целеустремленнее. Именно, ну, в театральную деятельность уезжают, поступают и, к сожалению, не возвращаются. Но, тем не менее, как бы молодые актеры у нас тоже есть, которые мы выросли и всегда рады принимать. Виктор Николаевич, говорить о заслугах ТЮЗа на всевозможных конкурсах, там, фестивалях, мы сейчас не будем. Потому что мне бы хотелось, знаете что, чтобы вы пригласили своих зрителей на свой день рождения. И зрители у вас там в фойе увидят все ваши достижения, все ваши дипломы, все ваши огромные награды. Когда мы, зрители, зареченцы, сможем прийти и поздравить вас с юбилеем? Ну, 27-го у нас уже, как бы, и официальные гости, и работники театра, к сожалению, зал занят именно 27-го. А 1-го и 2-го декабря мы повторяем премьерный спектакль с Ней Алисой в 11 часов. И дальше следите за репертуаром, как бы, мы всегда рады работать. А далее у нас новогодняя кампания. Виктор Николаевич, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Позвольте в вашем лице поздравить всю труппу Театра Юного Зрителя и весь коллектив Театра Юного Зрителя с 25-летним юбилеем. Четверть века, это так звучит, звучит. И дай бог еще, чтобы у вас было много-много четверть вековых юбилеев впереди. Ну, хорошо, дай бог здоровья всем и каждому. Спасибо, Виктор Николаевич. Всего доброго. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и любите театр. До встречи на канале «Заречный» и любите театр. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...